Один из знаковых московских объектов, находящихся сегодня в ресторации. Всего в нашем городе в работе сегодня находится 818 объектов. Но, пожалуй, один из самых-самых-самых наших любимых – это так называемый дом Наркомфин. На сегодня и сам памятник, и проводимые работы разрушают очень многие мифы о конструктивизме. Говорят, что в конструктивизме нельзя приспособить под современные функции. Можно. Говорят, что материал конструктивизма – это что-то такое, что нельзя реставрировать, нельзя дальше использовать. Тоже можно. Говорят, что нельзя в объекте конструктивизма сделать современные инженерные системы. Оказывается, это тоже можно. Говорят, что поздние пристройки, которые дают квадратные метры, нельзя убрать из-за того, что как-то уйдет экономика объекта. Это тоже не так. И вот сегодня мы с нашими друзьями, с представителями собственника этого великолепного здания, великолепного памятника, показываем первые результаты реставрационных того. Как вы видите, удалены все внешние поздние советские пристройки. Разобран первый этаж, как нам обещал собственник. То есть зданию понемножку возвращается его первоначальный облик, именно тот облик конструктивистский, которым его задумали его. Таким образом, завершена гидроизоляция кровли коммунального корпуса. Почти на 90% завершена гидроизоляция кровли основного корпуса. Ведутся пробные раскраски вечей корпусов. То есть полностью очищен занятый витраж коммунального корпуса. Таким образом, работы реставрационные в разгаре планируется, что летом 2019 года реставрационные работы на этом объекте полностью завершены. А мы с вами будем наслаждаться шедевром конструктивизма. И еще раз подтвердим себе, что в Москве все мифы о конструктивизме разрушаются. Спасибо, друзья.